50 ударов в минуту. С такой частотой раскачивался метроном, если наступало кратковременное затишье. Этот звук еще называют стуком сердца Ленинграда. Услышав такой стук из радиоточек, люди бросались в бомбоубежище. Вот еще три главных символа блокады нынешнего города-героя. Медаль защитникам Ленинграда, патрон и 125 граммов хлеба. От голода умирали чаще, чем от пуль. Оцепление длилось 872 дня. С одной стороны радость за то, что мы выиграли эту войну. С другой стороны было очень много потерь и приходит грусть. В братские могилы попадали сотни людей. Ямы не рыли, землю взрывали и в эти рвы укладывали тела. Погибших находили на улицах и в домах. Хранили без документов и имен. Музей в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания был создан в рамках гранта на открытие клубов исторической реконструкции. Сейчас идет у нас цикл, посвященный блокаде Ленинграда. Будет проходить месяц. Следующий месяц и так далее. Следующий месяц у нас посвященный Афганистану. Ну и, соответственно, по плану в дальнейшем мы проводим занятия. Еще в музее скоро откроется экспозиция с военной историей родного края, начиная с 17 века и до сегодняшних дней. Вот этот стальной шлем был найден на Бруствере, Микензиевы горы, город-герой Севастополь. Чем пробит? Здесь и пулевые, и осколочные пробоины. То есть, посмотрите даже, какое количество. Есть экспонаты, найденные на полях сражений. Есть и малежи, но очень реалистичные. Все это можно взять, это можно мерить. Вот как раз таки это делается с упором на то, чтобы учащиеся могли, так сказать, ощутить. То есть, то, что в свободном доступе, это все в свободном доступе. Я правильно надеваю? Да, все верно. Очень тяжелый, очень. Это доспехи воинов монгольских народов. Здесь витрина, посвященная войне 1812 года, в которой принимал участие Селингинский полк наш. Рассказать доступно и показать наглядно. Вот главное правило этого музея. На сегодня центр посещают больше 1200 детей. Для них история родного края точно не останется загадкой. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня.